Я хлебом не питался. Наберу крупы, кашу варил. Без хлеба? С мороженым и картошкой попал. А картошку мороженым где-то брал? Да, картошку выбросили там на улице, собирал. Ну, а ты питался так скудно-то, чтобы деньги сэкономить на жилье, да? Копил? Или ты просто привык так питаться? Да, привык уже. Как попало? А желудок у тебя не болит? Язвы нету, гастрита? Ну, проверялся, но небольшой гастрит есть. И сжоги нету. А хлеб ты не покупал, почему? Говоришь, одной только крупой питался. Так как-то брал эту пшеницу. Ну, батюшка привез, я попросил у него пшеницу, да, я начал питаться, а у меня запор, да, такой сильный запор был. Ну, я ее бросил от пшеницы, не стал питаться. Ну, и хлебом тоже там. По этой причине, и хлебом бросил питаться. А когда до этого хлебом питался, не было запора? Да нет. Ну, раз не было от хлеба запора, а был запор от пшеницы, почему? Потому что хлеб-то перестал есть. А ко мне переехал, опять хлеб сначала есть. Нет у тебя запора? Ты просто решил, наверное, ну, раз батюшка привез, он тебе бесплатно привез пшеницы-то. Ну, вот. Думаешь, что я буду деньги тратить на хлеб? Вот тут-то бесплатно дают. А она хопаньки, да и не проходит, не выходит, вернее. Не все, что бесплатно. По-на-пользу бывает. Так, чем еще сегодня занимался-то? Че ужинал-то? Ну, че ужинал? Горох. Зеленый горошек? Ну, горох, хлеб. Готовил че пищу-то? Картошку-то, говоришь, шеварил? Картошку. Все съел, картошку. Тебе оставил. Будешь? Ну, я тебе утром-то че сказал? Ты, говоришь, не буду? Как я сказал? Да, я то ли я помню. Простите, говорю, буду. Почему? Ну, за меня переживаешь. Ну, ты... Тебе меня жалко, и ты оставил мне картошки. Угу. Ну, я тебе сказал, я буду ездить только тогда, когда слушаться будешь. Ну, а сегодня я весь день на работе, так что ты... А ты че-то говорил, эта женщина придет до дела? Ну, че-то вот не пришла она. Обещала, не пришла. Потому что она вчера хотела приехать, ее муж не пустил, потому что сильный гололед. Ну, и сегодня еще очень скользкие дороги. Из-за гололеда. Я и тебя запретил тебе объявление расклеивать, чтобы подскользнешься. Так, дороги-то сухие, я сегодня работал. Хорошо, заработал. На такси. Ну, а во дворах очень скользко. Кушать хочешь? Да. Поел бы? Ну, так спать ложиться. Ну, поужинал. Хочешь или не хочешь? Ну, хочу, не хочу. Есть-то все однообразно. Картошка, хлеб. Кукуруза, с которой пронесло... Тебе не пронесло? Нет. Ты срок годности смотрел на банки-то? А, что-то 16-й вроде год. Так пойди просройся. Да я только час эту посмотрел. А как покупал, не смотрел. Вот у нас всегда так. В Мариера покупал. Да. Там вроде должны следить за сроком годности-то. Ну, 16-й год. Пойди по акции, пойди взял. Просрочил. Какие акции? Ну, там, обычно в Мариера акция, и раз, там, перечеркнут старая цена, там, ценники, там. У меня мама тоже пенсионерка, она все по акции берет. Акция, это значит, уцененный товар. Уцененный товар, это либо, он может быть близко, дата, что завтра уже срок годности выйдет, его маленько подешевле поставят, люди разберут, ну, а потом на унитазах сидят. Ну, может смешал ты, немножко кукурузу, яблочки ел, эти, с компота-то. Ну, персики. Персики, то есть, персики с кукурузой не пошли. Да, что-то сильно морозит, горошек замерз. Да, надо будет завтра в этот, называть мастера, что-то у меня с холодильником, шибко морозит. Ну, все, побеседовали хорошо. Тебе где лучше-то? Жить-то дома или со мной? Так здесь, конечно, на готовеньках. На каком готовеньках-то эти ничего нет? Ну, там у меня дым глотали. Ну, а тут я тебя поучаю все время, там, тебе. Тебе же это не нравится. Ругаю тебя. Ну, и что? Можно перетерпеть, да? Ну, как бы так. Зато дым не глотает, да? Пусть он там говорит, что хочет. Он свое гнет. Я свое буду гнуть. Да, Вася? Ну, какую себе оценку поставишь? Как ты время использовал? Мы вот читали про семя, упавшее при дороге, про заботы житейские. Как у тебя сегодня день прошел? Неут. Неут? Неут. Двойку себе можешь поставить. А что же так самокритично? Ну, ты же, говоришь, полчаса есть, а я ел больше двух часов. Ну, ты видишь, ты не засек, сколько ты ел. Ну, как не засек? Ну, ты, может быть, готовил и ел. Готовил медленно. Неут. А помнишь, мы с тобой как-то эксперимент проводили, и приготовил я, по-моему, тоже картошку-то я варил, и поели. И на все, просто, все у нас 45 минут ушло. Было такое? Или я придумываю? Ну, ты быстро готовил, но я долго. А в чем трудность-то? Руки те же, голова та же. Да. Ну, с детства медлительно, но куда торопиться, к смерти. То есть, ты думаешь, что если ты будешь все делать медленно, то и смерть, она долго не пролетает? Нет, ну, поговорка есть, ну, куда торопиться, к смерти, что ли? А что это за поговорка такая? Ну, тише едешь, дальше будешь. А где? В этом роде тоже. Ну, тише едешь, дальше будешь. Причем здесь твоя медлительность в приготовлении пищи и этой поговорки? Ну, я не молодой, но как бы у меня... Вот уже чувствую сердце, вот что-то мало двигаюсь или что, как-то уже ощущаю, не так работает уже, с перебоем, как бы... Ты говоришь, с детства медлительный. У тебя с детства больное сердце. Так я молодой-то был, не ощущал ничего. Ты молодой, так же? Сейчас вот стариком стал. Ну, ты сам себе противоречишь. Ты тут, я же не знаю, тебя в детстве, ты говоришь, ты в детстве медлительный тоже был? Или пошел старее? Ну, медлительный, но не знаю. Сколько ты в детстве у тебя времени на приготовление пищи уходил? Так я не засекал там. Ну, меньше или больше? Ну, не засекал, сколько там уходил. Ну, ты из-за старости, из-за немощи такой медлительный? Или ты всегда такой? Ну, всегда такой. То есть старость, она не влияет. Там сердце, ты говоришь, больное, ты по жизни такой. Понятно. Тебя же жалеют, что ты старый, там, и поэтому ты... Бывают люди старые, что из-за старости они не могут по физическим причинам. Там рука болит, пальцы уже не гнутся-то. У тебя пальцы шевелятся? Ну, шевелится-то шевелится. Ну, я видел, как ты на дерево залез на 5 метров, я бы не залез бы. Хрящ на рост. Ты с хрящами по деревьям лазишь. Ты симулян. И лодырь. Правильно рассудил? Ну, и на этой тоже. Хрящ. Ладно. Будем заканчивать. Здесь больше хрящ. А здесь более... А ты, когда маленький был, тебе родители не говорили, что ты такой медлительный? В школе тебя тормозом не называли? Нет. Нет. В армии. Нет. То есть, всех устраивало, что ты такой медлительный? Ну, молодой-то я был вроде не сильно такой. Не сильно медлительный? А когда эта у тебя медлительность началась? А, Вась, не помнишь? Ну, я откуда помню. Может, головой ударился? Ну, сотрясение было. С чем это связано, твоя медлительность? Ну, сотрясение-то у меня было неоднократное. Как началось с детства, ну, с детства, считай. И до школы падал. А ты в бесов веришь? Ну, как веришь в бесов, говорит? Ну, что бесы существуют? Веришь? Многие-то не верят. Ну, я не ощущаю. Да, я тебя не спрашиваю, ощущаешь ты и не ощущаешь, что они существуют. Прочитал в Библии, как Христос бесов изгонял? Как он их изгонял? А ученики есть, тоже пытались? Ну, он-то как изгонял? Он всемогущий, наш Создатель. Как он? Ну, слово сказало, и человек здоровый. Ну, понятно. Ну, ты бы хотел исцелиться? Так ясное дело. Какая у тебя болезнь? Ну, какая? Ну, на голову слаб. А кто тебе это сказал? Ну, как это сказал? Ну, сотрясение было, я тебе говорю. Тебе врачи диагноз ставили? Ту слабоумие? Да. Или какой? Или ты говорил, какая-то у тебя истерия? Ну, психопатия истерического круга. Психопатия истерического круга? Ну. Такой тебе диагноз? Ну, комиссовался из армии. А тебя, это, с таким диагнозом на работу-то принимали нормально? Или психопатов-то на работу как-то это? У тебя в трудовой книжке-то отмечено, нет? Да как в трудовой-то, кто будет отмечать? Ну, как? В трудовой-то такое не отмечается. Только в военном билете. А в военном билете написали тебе? Ну. Это когда тебя уже комиссовали из армии, да? Угу. А там, с чего это у тебя началось-то все? Ну, я тебе рассказывал. Да я уже забыл. С отречением мозга было. Ну, где... Погромче. Я жена около 17 лет. Или не доходя 17, или после 17. Ну, 64-65 года. То есть ты в армии заболел? Да, как в училище учился. В механизации. Диагноз-то тебе когда поставили? В училище или в армии? Психопатия-то вот эта. Как это еще? Повтори. Я такое даже не... В армии. Психопатия истерического круга. Истерического круга. А че это такое-то? Да я откуда? Я же не врач. Ты истерики закатывал, что ли? Ну, отказывался жить, но... Жить отказывался? Глаза под лоб не открывал глаза. Как? Покажи, как это-то. Я сейчас как покажу тебе? Ты уж ты уже не помнишь. Глаза под лоб закатывался. Ну, отказывался ходить. Куда? Ну, стоять на ногах. Отказывался. В армии? Ну... Почему? Ну, чтоб комиссовали. А че, тебе служить не нравилось в армии? Да как издевали. Я тебе говорил, издевался там один мужик надо мной. А че он делал? Ну, силу свою показывал. Ломал все тело мое. Руки, ноги. Боролся, что-то? Борол тебя? А он всех ломал или только тебя? Да я откуда знаю. Всех, не всех. Но меня... Я откуда... Не знаю, кого он еще. Ну, а так же вот, чтобы как ты... Тебя только одного комиссовали, или еще у тебя были соратники? Такое, я не знаю. Я не в меняем был. Не в себе ты был, да? Да. А сколько ты отслужил по времени-то? Месяц, два, три? В каких войсках? Да меньше года где-то. В каких войсках ты служил? Вместе с этой... С болицы. С твой глаз. А он как над тобой издевался-то? Ну, я тебе говорю, руки, ноги заламывал. Ну, он молча это делал или говорил слова какие-то? Он убалдел, но как? Насмехался над тобой? Ну, ну. Ну, обычно над больными людьми там насмехаются. Ну, ты в армию-то пошел здоровый, или ты уже больной пошел? Ну, ты здоровый был. А сотрясение у тебя до армии было или после? До армии, я тебе же говорил. А, до армии было? Ну, училище учился. Ну, пацан был, семнадцать лет. Семнадцать лет. И ты, мама-то как написала-то твоя, чтобы тебя комиссовали-то, чтобы... Ну, чтобы справку выслала. А, ты ей письмо написал, да? Да. Чтобы она выслала справку, чтобы у тебя было сотрясение. Она эту справку выслала. Ну. Ты глаза под лоб закатил. И все подумали, что все, нужно от него избавляться, иначе он тут коньки отбросит, нас тут по головке не погладит. Так, наверное, дело было, да? Ну, наверное. А ты понимаешь, что ты тогда, когда под лоб закатывал глаза, то, что ты обманывал? Понимал это? Что ты... Ну, так... Куда деваться-то? Так, ну, я это... Ну, довели меня до такого, что я жить не отказывался. А что ты делал? Вены резал, или... Да я тебе рассказываю, ну... Истерию закатил, и все. Отказывался жить полностью. Ну, я не понимаю, что значит отказывался жить. Ну, как... Ну, если до такого довели... Ну, в чем выражалось отказ от жизни? Ты вены себе резал, там, я не знаю, прыгал там с пятого этажа, головой об стенку бился? Ну, я тебе рассказываю, я говорю... Ну... Глаза под лоб закатил, но не хотел ни с кем общаться. Бойкот всем объявил, да? Угу. И тебя на... На этой... На скорой увезли, да? Уколы тебе ставили какие-то, или что? Ну... Наверное, уколы ставили... Препараты? Ставили и уколы, и таблетки, и глотал. Какие помнишь? Элениум. Элениум? Ну, больше не помню, какие. Какое-то название... Про лень какой-то. Элениум. Может, тогда ты эту бациллу подцепил в лени? От Элениума. Напился. Ну, и рыба, лень. Лень. Ну, ну, а что? Это совсем другое понятие. И это... Долго ты в больнице лежал? Да я не подсчитывал. Сколько-то лежал? Месяца три. Месяц, полгода. Ну, я уже забыл, сколько лежал там. Ну, тебя выписали, диагноз сняли, нет? Или так, с диагнозом выписали? Ты потом наблюдался? Ну, так в военном так и осталось. Потому что психопат, да? Истерический. Ну, а после армии как-то тебя это... Домой отправили после больнички-то? Ну, конечно. А после этого-то истерики были? Ну, так домой приехал как-то... Зачем истерить, да? Когда никто тебе руки не ломает? Ну... Ну, ты когда глаза под лоб закатывал, ты понимал, что ты это делаешь для того, чтобы всех обмануть, что ты больной? Да как бы я отказывался жить, я тебе говорю, мне не хотелось жить. То есть ты не... Ну, не хотелось жить. Не обманывал, не обманывал. Нет, тебе не хотелось мне жить. Тебе не жить не хотелось. Тебе не хотелось в армии быть. Ты откосить от армии решил таким образом. Потому что ты, когда тебя домой привели, тебе опять захотелось жить. Или тебе эти таблетки помогли, тебе к жизни вернули? Да я откуда знаю. Ну, так я и пытаюсь разобраться. Что ты говоришь, я не хотел жить, а спрашиваю. Ну, так у меня сотрясение-то было. Я тебе же рассказывал. Машина три раза перевернулась. И я около колеса бездыханных лежал. Но сколько там прошло времени, пока откачали меня. Ну, а как связать вот это вот сотрясение мозга, издевательство, закатывание глаз, выписку и опять желание жить? Как все это соединить там вместе? Как соединить? Ну, ты даешь. Ты, когда в армию пошел жить хотел, Ну, так в армию. Если бы я знал, что такое армия, я бы и не пошел туда. Ну, а над тобой с первого дня начали издеваться? Или только вот уже, ты говоришь, там почти год отслужил-то? Ты целым целым... Ну, призывником еще начали издеваться. И ты год терпел. Потом терпение лопнуло у тебя, да? То есть, они уже тебя до того зачеморили, что уже терпеть дальше не было сил, да? Он каждый день тебя издевался? Ну, я сейчас тебя вспомню. А ты командиру-то жаловался, нет? Да, кого-то он жаловался. Ну, как? Он бы его бы это... Разжаловал бы как-нибудь там? Наказал бы этого изверга-то? Че ж он? Да, он мне просто... Не соображал. Не соображал? Что надо жаловаться. Ага. Просто что тебе пришло в кожу тогда и все. Ладно, Вася, жалко, конечно. Тя, чув. Да.